Рыба, рыба, давай на Машку напрыгиваем. А ты бросай мы туда ближе к берегу, вот в ту сторону. Красиво. Она похожа на шпротину. На шпротину? На шпротину? Да, ну когда плывет, так она прям шпротина. Да. И размахивай. Молодец. Крутите вот эту руку. Дожди. Июль 2009 года, Ленинградская область. На озере возле загородного дома чемпионка мира по фигурному катанию и звезда проекта «Ледниковый период» Мария Петрова. Рядом с ней ее партнер по спорту и самый близкий человек по жизни Алексей Тихонов. Этот загородный дом с открытым бассейном на участке – первое совместное жилье Марии и Алексея. Сегодня они тут бывают нечасто, наездами, но уже в ближайшее время собираются здесь поселиться постоянно. Дело в том, что за несколько дней до наших съемок Мария узнала, что скоро она станет мамой. Она ждет ребенка от своего любимого мужчины, от человека, которого она любит уже очень много лет. Ну подожди, нет, дай сама. Вниз, подальше. Сегодня Марию и Алексея все называют идеальной парой. Но при этом мало кто знает, что женское счастье Марии и Петровой пришлось без преувеличения вытерпеть и выстрадать. Мария Петрова и Антон Сихарулидзе. 15 лет назад Мария Петрова выступала с другим партнером – с Антоном Сихарулидзе. Они выиграли чемпионат мира среди юниоров и считались очень перспективной парой. А Алексей Тихонов тогда катался в паре с Юкико Кавасаки и выступал он за Японию. В 1994 году в Японии проходил чемпионат мира, и там Мария Петрова с Алексеем Тихоновым в первый раз увидели друг друга. Маленькая, очень эффектная, очень яркая, очень спокойно сосредоточенная именно в соревнованиях. Я не мечтал о том, что я буду кататься с Машей тогда, но завидовал Антону по-хорошему. Он нас водил, показывал Японию, возил в Диснейленд. И очень, не знаю, так все это делал искренне, так все это рассказывал интересно. Я видела, как он относится к партнерше, как вообще к девушкам относится, и вообще ко всем ребятам. И вот это мне очень запало. И просто вот подумал, какой хороший партнер и именно мужчина-человек. Сколько она каталась и ездила, ей никогда никто не нравился из молодых людей. И к Антону она относилась как к партнеру всегда, а не как к какому-то близкому человеку. А вот когда она приехала с Японии, она пообщалась с Алексеем, я почувствовала какое-то вот, ну что-то материнское, что это не просто так. Что ей не просто он понравился визуально, а что-то у нее затронуло сердце ее. Мне казалось, что она влюбилась сразу. Вот сразу и бесповоротно. Но Леша ее вообще не видел. А она все, в 16 лет она влюбилась. Это я совершенно четко говорю. Все поведение, все вот говорила о том, что она просто влюблена до ужаса. В Японии они увиделись всего несколько раз и даже не обменялись телефонами. Мария улетела в Санкт-Петербург с надеждой, что с Алексеем они скоро обязательно встретятся на ближайших международных соревнованиях. Но, увы, Тихонов решил уйти из любительского фигурного катания. Он уехал в Англию, стал кататься в ледовом шоу. Но Мария, несмотря ни на что, вспоминала его очень часто. На соревнованиях давали такие проспектики, где можно посмотреть, какая пара, какие места там занимает. И просматривала, и иногда так задерживала взгляд на Алексея Тихонове. В следующий раз о Тихонове Петрова услышит только через полтора года. В конце 95-го до Марии дойдет слух, что Алексей собирается возвращаться на любительский лед, что он ищет себе партнершу. И дальше просто сошлись звезды. Несмотря на то, что под руководством тренера Людмилы Великовой пара Петрова-Сихарулидзе выиграла очередное золото юниорского чемпионата мира, отношения внутри их маленького коллектива не складывались. К тому же в это время Антон уже был влюблен в фигуристку Елену Бережную. Елена выступала за сборную Латвии. И накануне чемпионата Европы 96 с ней случилась беда. Тяжелейшая черепно-мозговая травма. И буквально на следующий день между Антоном и Людмилой Великовой состоялся разговор, который спустя 15 лет тренер помнит во всех деталях. Я сказала, Антош, у тебя все будет хорошо с этой девочкой, оставь нас в покое. Маша не хочет с тобой кататься. И так получилось, что... Ну, все считают, что Антон бросил. А все совсем иначе было. Она влюбилась в Лешку и сказала, я хочу кататься только с ним. Время показало, что в выигрыше оказались все. Своей любовью, своей заботой, своим вниманием Антон помог Елене Бережной быстро поправиться. И вскоре они выросли в одной из лучших пар в истории мирового фигурного катания. А Мария Петрова к концу весны 96-го года наконец-то дождалась приезда в Петербург Алексея Тихонова. Лешка позвонил мне, мы с ним поговорили. И тут я поняла, что мне голос этого человека очень как-то знаком, близок и настолько каким-то показался родным. Или, может быть, я ждала этого звонка. Он приехал в конце мая. Мы встали в пару. И у нас настолько все стало легко получаться. Даже, наверное, слишком легко и слишком быстро. Июнь 1996-го года. Мария Петрова летала на крыльях. Чисто по-девище была очень счастлива. Влюбилась? Наверное. Наверное, влюбилась. Да, наверное, влюбилась. Да. Ну, я уже не знаю. Да. Продолжение следует...